Анатолий. Реставрирую живопись, которая масляная, на холсте. Станковая живопись масляная. Реставратор третьей категории. Вот такой сюр немного, но потом через четыре года я его как бы читаю сон, то что реставратор. Ты прикасаешься к работе, картине, входишь в гости художнику, раскрываешь там новые свежие краски. То есть не новые, а те цвета и краски, которым заканчивал творец, художник. То есть открываешь всегда копоть столетнюю, чуть больше, некое покраничное состояние между началом работы, потом временной отрезок. Первые самые обнаруживаешь там цвета, краски, эмоции, состояние. Первый раз я пришел сюда 97-го, 4 августа. Мы после училища нашего художественного Рылова. Меня зовут Трапезников Игорь Александрович. Реставратор второй категории. Реставратор Каменной скульптуры. Я работаю в художественном музее имени братьев Васнецовых 2007 года. В данный момент сейчас я занимаюсь реставрацией каменной скульптуры. Представлена небольшая скульптура. Автор его является Караваев. В данном случае эта скульптура относится к концу 19-го, начала 20-го века. Тут не хватает одной лопасти у креста. Мы клей замочили рыбой на сутки. Крем замачиваем на сутки. Нарезаем, варим в водяной бане. Добавляем мед. Здесь процеживаем. Добавляем мед. Тут 8% клей. Для 6-8. Дублирование основ, кромок. Вот как раз сейчас новый клей замачиваем в барабей. Я могу нарезать очень долго. Привести экспозиционный вид, восстановить недостающий, утраченный фрагмент. Художник-реставратор каменной скульптуры использует обычно гипс. Вот он такой вот, скульптурный гипс. Потом, значит, используется пластилин скульптурный для лепки и моделирования мелких предметов. Используется также мел, такой вот белый, хрустящий. И, конечно, используется вода. Вода кипяченая или дистиллированная в данной вот емкости. Я сейчас в работе портрет неизвестного художника, портрет Караваева. Мне нужно его подвести к ромке, затянуть на новый подрамник. Вот начало работы. Пробничек есть. Сейчас нужно удалить, то есть демонтировать с подрамника, дотянуть его на бумажные поля, укрепить красочный слой устранить, деформацию основы, грунта и красочного слоя. Подвести кромки, натянуть на рабочий подрамник на новый, удалить папиросную бумагу, нанести реставрационный грунт, выровнять, потом удалить поверхностное загрязнение, покрыть защитным слоем лака реставрационного и тонировки в местах утрат красочного слоя. А так у нас процесс, вот еще могу показать один из процессоров, ну это такой уже почти последний, это натяжка на подрамник, натягиваться такими гвоздиками, текс, обувными. Это у нас как делается так? Это у нас делается так. Сейчас убедим пробку. Такие у нас картоночки есть, картонки делаются. Раз, готов. Ёжик такой получается у нас. Почему картонки? Это чтобы гвозди со временем, когда они ржавеют, не касались авторской кромки. Потому что ржавчина съедает основу. Ну то есть, получается прокол, прорыв. Ржавчина разъедает ткань. И такие страховочки, такие картонки проклеенные с остатками клея. То есть, остатками клея проклеивается картон. Потом я таким дыроколом, советским, еще делаю такие вот специальные кружочки. Насаживаю на картонку. И получается гвоздики с картоночкой. То, что натягивается на рабочий подрамник. Используем тампончики. Всякие большие, маленькие. То есть, вату мы накручиваем на палочку. Для того, чтобы сделать, допустим, небольшую пробу данной вот скульптуры. Мы берем самую минимум, так сказать, жидкости. Это вода. Вот она, вода. Мы, значит, мочим этот тампончик. Тщательно его выжимаем, выжимаем. Пока мы кладем. Для того, чтобы приступить к влажной очистке, нужно его слегка обеспылить. Тут очень миниатюрная такая работа. Кроме этого еще как бы пылесос можно использовать. В данном случае предмет очень мелкий. Поэтому пылесос, я так сказать, боюсь использовать. Как бы он его не затянул туда внутрь. Вот у нас сейчас я вам покажу. Вот мы достаем гвозди. Перед этим я, чтобы гвозди достать, некоторые забиты очень с любовью до шляпки. Прямо очень трудно доставать. Мы размягчаем ткань основы дерева. Там ткань размягчается через спирт в нашем случае. И мы достаем гвозди, чтобы не повредить авторские кромки. Мы достаем. Так вот. Так. Не всегда поддается своему душу. Такой гвозди. Вот. Так. С другой стороны. Небольшое, так сказать, пробу. Будет она сниматься водой. Вот. Как видите, она уже начинает сниматься. Вот видите, небольшой. Здесь более темное. Здесь более посветлее. Дальше уже как бы не идет. Но мы после обеспыливания сделаем влажную. просто чистку протираем от пыли. Можно использовать помельче тампон. Вушные такие. Тоже замачиваем. И уже самые такие маленькие. Мелкие такие детали мы протираем. Вот. Стараемся, чтобы тампон у нас везде проходил. Мог попасть. Мы используем мелкие кисточки. Тоже такой водичкой. Замачиваем. И это берем отсюда и намываем. Видите, обильно мы его это смочили. Вот. Ага. То есть кисточка, вот видите, какая черная. Да. Считайте, что пыль веков столетней давности. Паша, пойдемте, я вам покажу. Так, чтобы кромки натянуть, что мы делаем? Варим клей. Натягиваем на рабочий подрамник холст огняной. Рабочий подрамник. Ну, тут холст был полностью. Сейчас уже вырезаны и скроены кромки. Проклеивается вот такой клей. 3-5 раз, чтобы создать такую некую тонкую пленку. Рыбьего клея, чтобы потом кромки приготовлены уже. И натянутые за подрамник. Например. Можете посмотреть, здесь такой процесс. Кромки уже скроили. Очистили тыльную сторону от загрязнения. Вот это кромочки. Убираются нити по горизонтали. Такие реснички получаются подобные. Все это кроится. Проклеивается на первый раз. Сутки проходят. Потом на второй. Дублируются кромки. Иногда дублируются полностью основы. Если, например, нет кромок у холста. Ну, у основы картины. Ну, и бывает в разных случаях. Если небольшой размер. И есть, как бы, возможность сделать кромки. То делаются, конечно, кромки. Они сводятся на нет. Чтобы не было деформации с лицевой стороны в будущем. Такие вот реснички. Они сглаживаются на нет. Это все дублируется. Приклеивается. Под пресс. Утюгами. Утюги я сейчас вам покажу. Утюги у нас такие бывают. Бывают вот такие. Советские. До сих пор работаем с советскими утюгами. Вот такие электрические бывают утюги. Ну, естественно, мрамор. Куски мрамора. Одна ночь как бы. Закладываются. Такая вот. Происходит стабилизация грузов. Именно кусками мрамора. Ну, наконец-то эта скульптура досталась рук реставратора. Вот. На ваших глазах она преображается. То есть мы меняем много кисточек, чтобы смыть загрязнение. Вот он блестит, блестит весь. Вот лежит тоже почернело. Мы берем другую кисточку еще. Вот лицо. Даже вот пенечек, которому стоит, тоже надо промыть. Берем снова другой тампончик. Тщательно, тщательно. Вот видите уже какие черные она уже вся. Не успеваю все это сделать. Ага. Мы меняем на другую. Берем еще кисточку. Вот у нас кисточек много. А вот здесь такие вот. Мы стараемся только водой. Но у нас переднюю, так сказать, виду частично мы отмыли. Но тут еще есть у нас, видите, лопасти, которые не берется водой. Подбирается раствор. Вот видите какой. Чистый спирт не используемся. А берем по минимуму самый слабенький раствор. Добавляем водички. Но это мы делаем влажную чистку. Влажную. Поэтому берем по минимуму. Вот немножко добавляем. Чуть-чуть. Начался процесс такой. Снова берем тогда этот тампончик. Уже более такой сильный у нас раствор получается. Реставрационный. И начинаем снова, так сказать. Вот так. Пробуем, конечно, вверху темные места. Но тут чувствуется, что оно, так сказать, немножко начинает темнеть. Ну тут необходимо более длительное время. А для того, чтобы использовать длительное время, надо применять компресс. А, еще одна работа, ребят. У меня две работы в этом квартале. Как раз с родным подрамником. Вот родной подрамник. Сутковского художника. Вот тут. Будем натягивать на родной же подрамник. Вот я его как раз с подрамника тоже снял. И он у меня находится, как бы перед тем, как натянуть его на рабочий подрамник, на крафтовые поля, на бумажные. Он у меня такой, находится под прессом. Малочка. Такая отработка. Все видите. Это вам показать лучше не буду. Так вот. Так вот. Так. Это у нас до реставрации. Вот фотографии. Покажем так. Это лицевая сторона, тыльная. Ну, вот у нас есть все фрагменты тыльной стороны, где вот мы встык, заделка методом встык на ПВБ гвоздевых проколов, утрат основы. Это как бы фиксация. Вот подведение кромок. Уже новые кромки сдублированы. Ну, вот уже натяжка на новый экспозиционный подрамник. Вот уже видите, номер нанесен. Ну, и вот лицевая сторона после реставрации. Тоже вот можете сравнить. Вот она была такая. Сейчас она гладенькая. Ну, в смысле, сама картина такая пастозная, очень многослойная. То есть, такой твердый, жесткий слой красочный. Довольно плотный. Но все равно выпрямили, выгладили. Вот она сейчас. Помыли ее. Лаком покрыли, затонировали. Красивенькая, чистенькая. Демидов наш. Девушка в красной косынке. Вот тут просто до реставрации, после. Ну, так. Репробничек такой был. Но все равно я показываю нашим гостям. В гостях у реставраторов обычно нет. С тыльной стороны вот удаление загрязнения. Вот один из этапов. Тоже вот, кстати, зафиксирован. Тоже подведение кромок. Ну, кромки, сами поняли, чтобы натянуть на новый подрамник, нужны кромочки. То есть, за что-то ухватиться. Вот уже натянут на подрамник. Тут, видите, вот расчистка и загрязнение. Тут немножко, ну, слабо, но все равно видно. Вот это вот все, пожелтение, потемнение картины. Ну, это уже просто. Шью вот такие вот чехлы, видите. Вот. Для того, чтобы после работы над предметом, я ее закрываю. В данном вот случае, как видите. Вот. И оно сохраняется, и туда пыль не попадает. Вот. И компактно тут сидит. Одновременно используется спонбон, чтобы он это дышал одновременно. Вот. И не пропускало пыли и влагу. Вот. А еще использую часто акварелью. Вот. Она, акварель, имеет очень много разнообразия цветов. И смешиваю с белилами. В данном случае белая гуашь. Но, кроме этого, конечно, сейчас более современные. У нас средство это вот силиконовое. Она гибкая очень. А до этого использовались гипсовые формы. Вот видите, гипсовая форма, она такая. Сначала мы делаем пластилину лепим, потом заливаем ее, потом все. А силиконовая она может у нас спокойно залить ее, спокойно снять, даже не повредив. Тут частично есть надрывы. Одно из мероприятий реставрационных, конечно, если в живописи, ну и как в скульптуре, если там есть тонированная скульптура и живопись, это когда тонируешь. Ну, то есть ты уже сидишь, последний этап у тебя по лаку, ты собираешь в цвете. Ну, то есть ты уже собираешь в цвете утраты красочного настоя. То есть это последний этап. Ты просто сидишь за мальбертом. Не делаешь, как он в стола там. Ну, то есть это этап, ты один из последних. И он самый приятный, когда ты именно собираешь в цвете. То есть вот так вот, не спеша, спокойно. Самый любимый этап, это когда я делаю пластилиновую модель. Да, утрат. Вот в данном случае тут не хватает, так сказать, лопасти. Использую архивные материалы. Смотрю, значит, фото, книжные иллюстрации. И похожие картинки эти я использую в своей работе. Скульптура, портрет Чарушина, архитектора, который исполнил художник, скульптор Кошкин. Вот видите, в данном случае является отбитый кончик носа, ушки и общее такое загрязнение. Я, значит, использовал такой, сначала из пластилина лепил, а использовал дубликат, с картинки дубликата. Вот тут готовый такой носик. То есть я сначала вот вылепил нос. Вот она, модель такая. После этого силиконовые формы использую. Вот видите, по форме как, вот он уже готовый тут. То есть если показать, то есть уже тут картинка. Вот пластилиновый уже нос, а сверху уже силиконовый. Вот он как используется, допустим. Вот этот нос, вот он уже надевается на портрет. Вот видите. О, а тут есть отверстие. То есть мы модель-то убираем, а туда заливаем... Ой, убежал. Заливаем гипс. А гипс-то вот он, белый. То есть мы его в воде растворяем. Получается у нас такой готовый белый носик. Вот он такой. И мы уже его тонируем акварельной краской. Это самый такой интересный момент, завершающий. А это вот его дубликат. Но я еще забыл добавить, что после влажной очистки необходимо высушить скульптуру. Вот в данном случае вот эту вот я мочил, она влажная. А скульптура, особенно гипсовая, она боится влаги. Я для этого включаю электрический фен. Я убавлю его на вторую скорость. И сушу. Он у меня, так сказать, подсох. После этого я беру паспорт и записываю туда все свои, так сказать, дела, которые я в течение дня делал. Вот у нас такая есть книга «Дневник реставратора». Мы используем, все туда заносим. Реставратором, конечно, я не с самого начала детства хотел быть. Все в детстве мечтали быть космонавтами, летчиками, пилотами. А я занимался в художественной школе и учился просто для своего удовольствия. Когда школу закончил, я, естественно, поехал поступать в Москву в училище имени 1905 года, там, на реставратора. Но мне, так сказать, не получилось поступить с первого раза. Естественно, я пошел в армию. Две года служил. И после армии поехал на родину, родной край, город Вятку. Москва меня, так сказать, и не очень ждала. А Вятка, так сказать, встретила меня радушно. И, естественно, она меня приняла очень хорошо. И я поступил. Как ты узнал у каждого слова? Ну, вообще. Это такое, такое мнение, это слово. Даже появилось, откуда. Все это определение счастья. Ну, то есть, довольное счастье сейчас и сейчас. У меня есть. У нас есть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok